Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость для тех, кто любит покупать себе коллекционные машинки. В продажу завезли за 3 бакса 2 машинки, а именно Т7К, вот этого вот малыша, который в таком довольно странном у меня раскрасе, достался камуфляжик, не знал на кого его одеть, потому что, честно говоря, он такой прям совсем детский. Ну, в итоге на малыша, соответственно, и одел. Действительно смотрится прикольно, особенно вот эти огромные катки, ну, да еще и с таким камуфляжом, короче, веселуха, да и только. И Т1Е6, машинка, ну, я бы сказал, тоже абсолютно полностью песочная, что-то фановое в ней есть, я не буду обсуждать ни вопросы бронирования по данным машинкам, ни что-то подобного, мы просто закатимся в бой на одной из них, ну, и, соответственно, вам будет информация по поводу того, что эти машинки собой представляют. Понимаю, конечно, что за 3 бакса предложение, то, которое сейчас есть в магазине, ну, мало кого заинтересует, по крайней мере, из не коллекционеров однозначно никому интересно не будет. Как видите, у меня есть до сих пор проблемы с магазином, у меня в магазине ровным счетом, кроме контов, ничего нет. Соответственно, озвучивать буду исключительно узно, уж простите, ребят. Значит, смотрите, в комплект за 3 бакса входят 2 вот этих вот машинки, как я уже сказал, легендарные камуфляжи к ним, но, ребят, согласитесь, все-таки второй уровень, как бы, не до легендарных камуфляжей абсолютно. Два места в ангаре и открытое все оборудование, которое и так, в принципе, копеечное. Поэтому, по сути, за 3 бакса вы просто получаете 2 вот этих машинки, по 1,5 бакса за машину. Если верить той калькуляции, которую я проводил, то нормальный донат, это когда вы за 1 доллар покупаете себе 1000 голды. Это вот прям самый минимальный порог того, за сколько стоит покупать золото в этой игре. Ну, я имею в виду, с учетом там курса, всего остального, в каждом регионе, в каждой стране по-своему. Поэтому, ребят, точно не скажу, но в любом случае не дороже, чем 1 доллар за 1000 золота, это нормальный донат. Все, что дороже, это уже абсурдно. Так вот, ребят, если так посчитать, то за 2 этих малышей просят 3000 золота. Согласитесь, за 3 косаря голды, как бы, то есть, ну, дороговато. Допустим, сейчас на продаже есть Т28 HTC Concept за 3500. И, согласитесь, какая бы машина для кого не была там прям совсем туфтовая, то лучше все-таки взять себе 7-ку за 3500, чем потратить доната на 3 косаря голды и купить себе двух вот этих вот, как бы, ну, козявок, которые, по большому счету, кроме фана, ничего вам давать не будут. То есть, вы не сможете не фармить, вы не сможете, там, процент побед выдерживать. Короче говоря, это вот просто в коллекцию. Ладно, меньше слов, больше дела. Давайте, ради интереса, посмотрим на орудие. Я даже не знаю, как правильно заценивать песочные орудия. Смотрите, орудие первого уровня. Это барабан. 3 выстрела за... Как правильно назвать, да? За шот. 3 выстрела. И таких вот у вас есть 3 шота. Ну, короче говоря, 9 типа выстрелов делаете. Но, по факту, 3 раза стреляете. Просто по фану вылетает, якобы, 3. Такой полупулеметик, да? Время перезарядки 8 секунд. Тут ДПМ даже смотреть не буду. Это второй уровень. Мне тяжело оценивать. Я слаб, честно говоря, в цифрах второго уровня. Ну, и что касается углов склонения вниз. Минус 4. Зато вверх можно, в принципе, бить по самолетам плюс 40. Я иногда, честно говоря, песочным машинам очень сильно удивляюсь. Ну, допустим, там здесь плюс 40. У кого-то на четвертом уровне минус 15. Короче говоря, цифры просто зашкаливают. Поэтому, ребят, на цифры смотрим так. Знаете, сугубо по приколу. Ну, и погнали просто в каточку. Заедем, посмотрим, что такое Т-7кар на своем уровне. Безусловно, Т-7кар, безусловно, Т1Е6. Это все машинки, которые не производят какого-то шухера в рандоме. Да, я все вспоминаю тот момент, когда появился абсолютно для всех бесплатно Кини. Да, вот там даже это ивентом не назовешь. Можно было просто взять и забрать себе машину. И вот, ребят, когда Кини появился, появился целый уровень имени Кини. Третий уровень был заполонен полностью этими танчиками. И это реально было фаново. То есть, ну, какая-то вот такая вакханалия воцарила на третьем уровне в песке. И можно было зайти, ну, абсолютно исключительно для тех, конечно, ребят, которые за статистикой не следят. Потому что третий уровень явно не для среднего настрела. Явно не для того, чтобы выбивать средний урон там. Ну, короче говоря, вы понимаете, о чем я говорю. Но, короче, суть в чем? Суть в том, что тогда Кини, он навел какого-то такого приятного шухера. И можно было зайти в игру чисто для того, чтобы повеселиться, пофаниться и так далее. Но эти же машинки, они, в принципе, ну, не предоставят вам настолько большого количества фана. Чтобы ради них можно было действительно потратить 3 бакса реальных денег. И вместо того, что купить себе 3000 голды, приобрести данную машинку. Что-то, конечно, в этом есть. Ну, вот так вот, знаете, заехать, чисто посмеяться, чисто поржать. Но, как правило, очень часто бывают какие-то ивентики, в которых подобные машинки, в принципе, разрабы раздают бесплатно. А значит, отдавать реальные деньги за них, ну, как бы, не знаю, по-моему, глупая затея. Опять-таки, ребят, ни в коем случае не бросаю я никому камень в огород. У каждого свой кайф, у каждого свои предпочтения. Если вы являетесь коллекционером, то, возможно, данная машинка вас и заинтересует. А на что вы уже тратите свои, там, real money, это исключительно ваше дело. И никогда, ни в коем случае не слушайте, там, кого-либо, кто будет вам рассказывать, что вы какой-то не такой, что вы дурачок из-за того, что вы тратите голду или реальные деньги на песочные машины. Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, играйте себе в удовольствие. Короче говоря, что машинка собой представляет? Чтоб сказать, что ты на ней прям фанишь, нет, особо не фанишь, меня уже практически разнесли, альфы мне не хватает, довольно сильно не хватает для того, чтобы можно было разносить и прям добирать. Я уже ни одного, в принципе, там, подамажил-подамажил, но в итоге мне так и не хватает альфы для того, чтобы хоть кого-нибудь забрать в ангар. Ну вот вроде бы магазин вынес, и все равно 56 осталось, и товарища явно доберут без меня. Тот же самый вот Кени сейчас добрал, если я не ошибаюсь. Ну, короче говоря, такое себе, знаете, заехать вот так вот чисто по приколу понакидывать, может, оно и весело, не спорю. Ну, а вот, пожалуйста, ни одного фрага, 7-0 мы победили, стрелял во всех, кого мог, брони нет, есть веселый пулеметик, но веселых пулеметиков в песке, в принципе, хватает, поэтому сказать, что данная машинка отличается прям кардинально от всех остальных, ну, я бы не сказал, просто машинка в коллекцию, она не продается просто так, как бы, то есть ее нельзя по любому имену взять, и, ну, не появляется от нефиг делать в вашем ангаре, то есть за нее чего-то допросят. Но в целом, как я уже сказал, такие машинки довольно часто бывают какие-то ивенты, или просто их дарят каким-нибудь праздником. Так, 546 единиц нанесенного урона, по результатам нашей команды, я бы сказал, что в целом-то и неплохо, третье место по урону, двое товарищей, безусловно, там существенно вырвались вперед, но все-таки это Крузер четверка и Кени, который действительно гораздо фановее, гораздо веселее, чем Т7 кард. Мне даже палец вниз поставили, типа я там как-то фигово сыграл, ну, окей, хорошо, поставили, да и поставили, мне, честно говоря, ровно. Что касается фарма, ну, как же мы можем не затронуть вопрос фарма на втором уровне. На втором уровне за вот такой вот бой вы получите в плюсе 18765 голды, практически 19 косарей. Ну, и мне кажется, что, честно, лучше 18000 на втором уровне, чем пытаться выстрадать 20-25 тысяч на седьмом или на восьмом. Короче говоря, ну, мое такое субъективное мнение, но явно машинка не предназначена для того, чтобы фармить на ней серебру. Короче, ребят, вот такая вот новость, вот такой вот он Т7 кард. Кому интересно, заходите в магазин, приобретайте, если вы коллекционер. Ну, а если вы за честные обзоры, то по желтому шильдику вот здесь вот внизу в один клик подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь ради вас, и на моем канале вы ни в коем случае не найдете пропагандистических каких-либо видео, касающихся необходимости вам потратить вашу кровную голду на то, что вам по определению не надо. Я не работаю на Wargaming, но, соответственно, не планирую рекламировать их. Я имею в виду в виде продавца каких-либо товаров. На данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok